Одна из наших главных задач это собрать воедино и банковское сообщество, и оценочное сообщество и обсудить важные насущные проблемы, связанные с оценкой залога, связанные с автоматизацией этих всех процессов и обсудить как раз лучшие практики и нормативное регулирование. Задача данной конференции, наверное, так же, как и всех остальных, это организация диалога между различными участниками рынка и выверка позиций, обкатка новых идей. Особенно сегодняшняя конференция, это, конечно, диалог с регулятором, достаточно прямой и открытый, ну и плюс обсуждение тех инициатив, которые предполагаются в ближайшем будущем реализовать. Одним из приоритетных направлений работы Ассоциации и Комитета является выработка предложений по совершенствованию действующих и разработке новых правил и норм регулирования работы с обеспечением, а также сближение позиций регулятора и банковского сообщества с целью снижения количества спорных ситуаций и конфликтов. Мы, как Центральный банк, естественно, в рамках осуществления своей регуляторной и надзорной деятельности просматриваем все виды активов кредитных организаций, непредитных финансовых организаций. Для нас очень важно, чтобы и наши поднадзорные, и мы, как контролирующий орган, понимали реальное состояние и реальную стоимость активов. Самым, наверное, крупным и даже резонансным стало введение квалификационных экзаменов. Одной из целей данного проекта являлось сокращение срока анализа залогового обеспечения. Среди ключевых задач, которые мы поставили перед собой, это электронный документооборот между рекомендованными оценочными компаниями, автоматическая верификация отчетов об оценке и личный кабинет эксперта, который выполняет верификацию стоимости. Борис Терехов, партнер группы компании САДЖИ, продемонстрировал те возможности продукта, которые пока еще относительно новые для рынка. База данных о коммерческой недвижимости, которая собирает данные ежедневно, ежедневных индексирует, обрабатывает, обогащает, удаляет ненастоящие объявления, в общем, делает информацию более ценной, информацию о рынке коммерческой недвижимости. Мы попытались каким-то образом систематизировать, выявить типичные ошибки, которых стоит избегать, и договорились на площадке комитета подготовить совместные рекомендации как оценщикам, так и банкам. С учетом того, что мы еще сделали интеграцию через САДЖИ, у нас на 60% снизилось время с момента заказа оценки до момента предоставления ответа клиенту, одобрен этот объект или не одобрен. Главная цель, чтобы человек, принципиальный человек и профессионал, который знает, что он делает, быстро сориентироваться в стоимости на незнакомом рынке. Точка. Введение таких мер все-таки, на наш взгляд, позволило повысить и обновить уровень знаний оценщиков, их квалификацию, а несколько почистить рынок от мертвых душ, которые числились в саморегулируемых организациях, либо в оценочных компаниях. Индустриальная специфика, она очень важна. И чем глубже оценщик разбирает социальные отрасли, тем более беспроблемно происходит согласование отчетов. Нам удалось не только обсудить, но и вживую посмотреть ту систему оценки коммерческой недвижимости, которую разработал Сбербанк. Действительно, это было шоу достаточно рискованное и захватывающее, когда система предлагала свои ответы нескольким десяткам оценщиков и оценивала в реальном режиме времени. Это вызвало большую заинтересованность аудитории. Я искренне рассчитываю, что в следующем году к нам присоединятся также разработчики систем, которые смогут показать свою систему вживую. Я думаю, что обязательно такие мероприятия нужны, потому что поднимаются наиболее острые, актуальные вопросы, которые волнуют все стороны, и банки, и оценщики, в том числе регулятор задействован. Когда интересно не только участникам мероприятия, но и самим спикерам, приглашенным экспертом, выступающим, спорить и дискутировать – это супер. Это значит, что и темы подобраны правильно, актуальны, и спикеры подобраны интересны. Сегодня было именно так. Поэтому, мне кажется, мероприятие получилось.